всем привет и добро пожаловать в видео отчет гласнот за неделю 3 2023 это была одна из наиболее захватывающих недель с момента краха ftx и здорово что теперь мы движемся в противоположном направлении мы видим что за последнюю неделю мы увидели ралли до 21000 что плюс-минус вернуло нас на предыдущий торговый диапазон кроме того происходит кое-что еще интересное мы наблюдаем за смещением общей прибыли реализованы в он чейн небольшой нюанс который мы сегодня с вами исследуем таким образом биткоин просыпается после одного из самых наименее волатильных периодов за всю свою историю мы наблюдали взрывной рост после которого цена перевалила 21к и что очень интересно конкретно это ралли вырвалось из нескольких ключевых ценовых моделей которые мы сегодня изучим эта ситуация на самом деле переместила среднего инвестора биткоина обратно в прибыль и мы внимательно изучим это под различными углами хотя в начале это может не показаться логичным в этом медвежиме рынке вы можете сказать как все могут быть в прибыли но здесь мы с вами смотрим на среднее по всему рынку и смотрим на это под различными углами техническом он чейн мы также посмотрим с точки зрения майнинга но также мы проведем некоторое время изучая ситуацию с реализованными прибылями посмотрев на это с двух сторон это очень важная тема за которой нужно внимательно следить и это замечательные инструменты для мониторинга процесса который в какой-то степени является обратным восстановлением к здоровому рынку и на самом деле если мы не увидим что данные модели отыграли а у показателей не образовалось нужного импульса вверх это скажет нам об обратном возможно нам придется провести еще какое-то время а все происходящее вокруг пока еще не столь живописное и как всегда прошу вас подписаться на канал поставить лайк и поделиться ссылкой на этот канал также посмотрите наше видео которое мы выпустили в последнюю субботу в нем мы рассмотрели целый набор дешбордов которые предназначены для того чтобы помочь вам не запутаться в выходе медвежьего рынка биткоина ссылка будет в описании и в карточке к этом видео и так поехали и так как я говорил самом начале мы в этом видео буквально будем смотреть на график цены мы полностью прошли через весь этот тихий диапазон мы говорили об этом в прошлом выпуске этот диапазон порядка пяти с половиной тысяч длился больше месяца затем у нас образовался взрывной рост мы преодолели отметку в 21000 и также как мы говорили для биткоина это очень редкая ситуация такого затишья без последствий резкого движения вопрос лишь оставался в том куда будет она направлена вверх или вниз но в итоге определенно мы получили импульс вверх что конечно замечательно но не забывайте на это нужно смотреть через очень большой контекст того где мы находимся и на следующем графике с ценой мы попробуем оценить находимся ли мы в очередном ралли медвежьего рынка также посмотрим на некоторые вещи включая то что если у этого ралли больше возможностей чем у предыдущих так что сегодня мы посвятим наше время изучению ценовых моделей также имейте ввиду что на эти новые ценовые модели вы найдете ссылки в описании к видео эти и другие показатели все будут сегодня внимательно рассмотрены с особым вниманием на ценовые модели модели справедливой стоимости а также другие инструменты чтобы понять где биткоин находится в этом цикле и так модель которая находится перед вами это модель биткоина мэйр мальтипл это техническая модель довольно простая производная от 200 дневного скользящего среднего синяя кривая это 200 дневная Скользящая средняя и причина почему эта модель важная является в том что и для биткоина цифровых активов и для традиционных финансов 200-дневно Скользящая средняя невероятно распространенная модель используемой для проверки медведей и быков а если ниже вероятно медведей если на скорее быки и здесь мы с вами видим то зачем наблюдают многие и многие трейдеры а то зачем многие следят, стремятся к тому, чтобы стать самосбывающимся пророчеством. И буквально с декабря 2021, по сути, мы торговались снизу. Эта 200-дневная скользящая средняя, я думаю, длительностью 381 день. Плюс-минус. Но интересно заметить, что во время медвежьего рынка 2018-го мы провели здесь 386 дней. То есть мы говорим о 5-дневной разнице в этой страны цикличности биткоина. Похоже, он повторяет эти паттерны, нравится ли это вам или нет. Простите меня, что становлюсь максималистом 4-х летних циклов, но это определенно выглядит действительным. Глядя на эти паттерны, мы видим психологическое поведение, которое образуется на протяжении всей истории, даже до образования графиков TradingView эры 2013-14-х годов. Так что мы видим, как 200-дневная SMA становится психологическим уровнем, на который люди реагируют. И в апреле 2019-го мы видели ралли, которое нас отправило выше 200-дневного SMA. И конкретно в этом случае цена отправилась примерно с отметки 4-5 тысяч до 14 тысяч за несколько месяцев. Затем последовал медвежий рынок. И мы упали, пробив 200-дневный SMA, проведя там худшее время во время медвежьего рынка 2019-го года. После чего мы снова прорвались наверх и провели там весь бычий рынок 2021-го. Но недавно мы прокололи этот уровень, оказавшись над ним на отметке 19500. И опять же, только сам факт того, что мы находимся над ним, отличается от всех предыдущих попыток, которые были в течение всего медвежьего рынка. Была лишь одна предыдущая попытка прямо перед коллапсом Луна. Это был последний случай, когда мы тестировали 200-дневный SMA. Так что даже минимальное расположение над этим уровнем 19500 дает нам признак того, что следует уделять больше внимания этому в течение следующих недель. А спуск ниже этого уровня будет возможным признаком нехорошей ситуации, особенно если это будет закрытие недели. В итоге это нам как бы дает границу для управления рисками и понимания того, что стало ли это действительным разворотом или всего лишь короткий памп перед возможной ожидающей впереди нас болью. Но даже располагаясь всего лишь немногим выше 200-дневного SMA образовало реализованную цену. Сейчас это 19700, и мы ее также с вами преодолели. Мы провели ниже цены реализации в данном медвежьем цикле более 180 дней. И это стало вторым по продолжительности периодом за всю историю. Дольше этого мы были только в 2015-м, когда мы провели ниже этой отметки больше года. Я не помню точно, но определенно это было больше, чем сейчас. 300 с лишним дней. И это худший топ-2 медвежий рынок с точки зрения продолжительности нахождения под ценой реализации. И так как мы сейчас находимся над этим уровнем, у нас как бы образовалось две модели. 200 дней и цена реализации, находящиеся близко друг к другу. И если мы снова опустимся ниже этого уровня, это будет, вероятно, очень плохим знаком. С другой стороны, сейчас у нас две наиболее распространенные ценовые модели. 200-дневная и реализованная цена из мира биткоина. Эти две модели, о которых многие знают и за которыми следят. Конкретно для модели реализованной цены, это буквально себестоимостная база всего рынка. То есть мы ищем среднюю цену для каждой монеты на последний момент движения. И раз мы над ней, то буквально средний владелец биткоина вернулся к нереализованной прибыли. И, как я упоминал в нашем субботнем видео, обычно, когда вы держите монеты, находящиеся в прибыли, обычно это делает легче. Обычно люди не любят чрезмерно много красного в портфеле. Это создает чувство паники, в котором люди обычно принимают поспешные решения. Но когда люди начинают перемещаться в сторону прибыли, то это обычно означает какой-то разворот. Становится легче и так устроена человеческая психика. Таким образом, эти две ценовые модели, заслуживающие нашего внимания, показывающие нам ценовую границу сильно ниже которой мы не хотим опускаться в обозримом будущем. Переходим к реализованным ценам. Здесь у нас есть набор. Модели реализованной цены представлены синей кривой для долгосрочных инвесторов, держателей монет более 6 месяцев. Красная кривая представляет краткосрочных держателей. Она означает монеты держателей, которые владеют своими монетами менее чем 6 месяцев. А также у нас есть реализованная цена. И с точки зрения сходства с 2019, мы прорвались наверх по трём моделям одним движением. Это было очень-очень быстрое ралли, естественно, отправив нас к следующему движению. Мы прошли через цену реализации и через цену реализации краткосрочных держателей. Но не преодолели реализованную цену долгосрочных держателей отметку 23200. Так что у нас есть определённая степень сходства, но так как всё повторяется не совершенно одинаково, то мы начинаем видеть, как некоторые из этих моделей оказались выше себестоемостной базы. И что является очень важным, давайте включим двухгодовой период. Обратите внимание, что себестоемостная база краткосрочных держателей, смотрите, как нырнула вниз, особенно в эти моменты крупных распродаж. Себестоемостная база краткосрочных держателей очень сильно упала. Всё это из-за очень массивной капитуляции. Это значит, что все монеты, которые недавно двигались, многие из них оказались замешаны в последнем движении цены. И мы видим здесь капитуляцию, но для каждого продавца всегда есть покупатель. Поэтому, когда мы видим эти массивные нырки на всех этих ценовых уровнях, по сути означает смену рук. Монеты переходили из рук в руки с невероятной скоростью. В результате мы наблюдали значительные объёмы на данных низких ценовых уровнях. Ещё на одну вещь я хочу обратить ваше внимание. Давайте переключимся на 5 лет. Заметьте, что во время бычьих рынков, все конкретно эти модели тяготеют к перегретому бычьему рынку. И все эти модели мы с вами видим отдельно. Короткосрочные держатели следуют за ценой. Они торгуют, двигают свои монеты. А долгосрочные держатели, как и всегда, медленны в своей реакции. И это образует эффект задержки в цене реализации, так как монеты, накопленные вот здесь, не появятся в группе долгосрочных держателей, пока не пройдёт 6 месяцев. Но что мы здесь видим, это большое расхождение. Если вы долгосрочный держатель, то ваша себестоимостная база отличается от средней по рынку, отличаясь от себестоимостной базы недавних покупателей. Заметьте, что во время медвежьего рынка, особенно в конечных стадиях этого рынка, эти показатели объединяют и становятся более-менее похожими. Цены не совершенно одинаковые, но находятся в очень узком диапазоне. И вот опять у нас совершенно такой же эффект. По вот этой логике разницы нет, держите ли вы монеты 6 месяцев, 2 года, 5 недель или 1 день. В общем, средняя себестоимостная база рынка довольно однородна. У нас буквально рынок, который прошёл через сброс. У нас рынок держателей, который находится более-менее в одинаковой финансовой позиции. И это нам в какой-то степени даёт возможность, если это одинаковый рынок, говорить о ходлерах как о последнем рубеже. Мы пришли к тому моменту во времени, где ходлеры – это последние оставшиеся в живых. И это буквально то, что нам говорит данное соединение реализованных цен. У нас есть однородный рынок, и как только рынок становится однородным, то он буквально возвращается к состоянию, говоря простым языком, равновесия. И здесь есть несколько наблюдений. И, кстати, данная модель доступна также и для продвинутых пользователей. Этот набор моделей, который мы создали, направлен на понимание поведения долгосрочных и краткосрочных держателей, и сделали их по многочисленным просьбам продвинутых пользователей. Эти инструменты вы также найдёте внутри дешборда ценовых моделей, вместе с подручным набором и других инструментов, помимо MVRV. Итак, тема оценки справедливой стоимости биткоина является одной из бесконечных моделей, которые люди пытались использовать, чтобы оценить стоимость биткоина с момента его появления. Но это всё-таки интересная модель, основанная на нашей оригинальной разработке, которая называется ценовая модель NVT. И конкретно эта модель использует пропускную способность транзакций, определяя какая стоимость проходит и оседает в сети, и на основании этого делает производную ценовой модели. И у нас есть два разных варианта. Первая использует данные, скорректированные на изменения переданного объёма. А вторая, которая справа, использует данные, скорректированные на участников. И сейчас я вам объясню причины, почему показываю обе. Мы используем пятилетний горизонт. Давайте пока эту оставим. Модель по скорректированным на изменения данным. Заметьте, как обе розовые и зелёные модели, они вовсе неплохие. По большей части они следуют за ценой, хоть и была волатильность, но посмотрите на 2022. Этот гигантский пузырь, за которым последовал гигантский коллапс. Определённо, что что-то очень значительное разошлось в 2022. Хоть это и был, конечно, весёлый год. И те, кто через него прошли, скорее всего, понимают, почему. За это время произошло невероятное количество ликвидаций. Очень большое количество циркулирующих монет пыталось найти место спасения в открытых позициях. Мы наблюдали за огромными объёмами трейдинга и перемещаемыми объёмами. И, к сожалению, некоторые недолжные управления кошельками, на примере организаций FTX и Alameda, стали почвой для роста этих невероятно больших пузырей, а также транзакций. В теории, для биткоина образовалась цена, которая, по сути, была слишком высокой, но которая была вызвана излишне большими займами, большим количеством больших транзакций, большим количеством боли и, увы, должностными преступлениями. И сейчас мы с вами видим этот произошедший коллапс. И для этой модели требуется некоторое время, чтобы начать сначала. У нас здесь есть временное окно 28 и 90 дней, так что по прошествии следующих нескольких пары месяцев она начнёт выравниваться. На это требуется некоторое время для выравнивания данных, используемых в этой модели. Однако, если мы посмотрим на данные, скорректированные по участникам, то эта модель пытается использовать максимум индивидуальных транзакций и управления кошельками. Здесь используются более чистые данные. И мы с вами видим, что в обеих этих моделях оценочная стоимость биткоина находится где-то между 15 и 17 с половиной тысяч долларов, что достаточно интересно совпадает с тем, где мы торговали в декабре и начале января. И таким образом эти модели нам подсказывают, что мы вышли из зоны справедливой стоимости. И вы можете спорить, что потенциально это означает зону переоценки. Но увидим, куда нас привезёт это ралли и будем продолжать за этим следить. Нам также необходимо увидеть рост транзакций, чтобы ончейн активность снова ожила, а люди снова стали интересоваться биткоином. И если не так, то может быть данные модели правы. И мы вышли за пределы нашего притяжения. Но, с другой стороны, если это ралли мотивирует людей, они будут возвращаться, а распространение увеличится, пропускная способность транзакций увеличится, то, вероятно, данные кривые последуют за ценой, как происходило и в предыдущих бычьих рынках. Посмотрите на 2019-й. Объёмы транзакций и последующая цена устремилась в этом ралли. Посмотрим, произойдёт ли это здесь. Но интересный набор данных, которые показывают разницу в информации, а также различные нюансы, когда вы анализируете эти данные. Теперь один конкретный набор участников должно быть ощущает небольшое восстановление. И это когорта майнеров. 2022 год для майнеров был действительно тяжёлым. И причина, по которой мы знаем об этом, в том, что некоторые из них являются публичными. А цены на их акции хорошо потрепало. Так что мы наглядно видим, что индустрия майнинга прошла через сильный стресс. И даже крупнейшие из них, например, Core Scientific, обанкротились. Так что очень и очень тяжёлое время для майнеров. Очень был сложный год, множество долгов, множество займов, что обычно приводят в медвежьем рынке к значительным сливам. И с этим недавним ралли у нас получилось подняться снова вверх в регрессионной модели сложности, которая пытается спрогнозировать средние затраты майнеров. Так что если взять любого конкретного майнера, он опирается на сложность и цену. И по сути, получаем высококорреляционную модель, которая пытается определить среднюю стоимость затрат на производство одного биткоина. И сейчас она находится на уровне 18800. Так что мы видим здесь преодоление над этим уровнем, что подсказывает нам, что в настоящий момент возможно майнеры немного испытывают меньше стресса, так как средний майнер сейчас уже начинает майнить себе в прибыль. Также у нас есть сложность на одну эмиссию, что является еще одной попыткой оценки среднюю стоимость майнинга. И данная модель использует три кривые. Красная внизу показывает наиболее эффективных майнеров, кто смог выжить на самом дне медвежьего рынка. Фиолетовая – это наименее эффективные майнеры, которых здесь на самом деле 2Х, что значит с другой стороны красная кривая будет на этом уровне фиолетовой, если холдинг произойдет сегодня. Другими словами, если эмиссия сократится в 2 раза, доход сократится немедленно в 2 раза, и вот где будут наиболее эффективные майнеры – там, где сейчас мы оцениваем наименее эффективных майнеров. И мы имеем среднее по ним, что характеризует по сути среднего майнера. И аналогичным образом, мы едва над уровнем регрессии 17600. Мы также находимся над уровнем этой модели, и что мы здесь можем предположить? Помните, мы здесь не спрашиваем мнение майнеров. Мы лишь смотрим на данные и пытаемся оценить затраты их производства. Затем мы делаем вывод, что потенциально стресс майнеров начинает сокращаться. И, чтобы наглядно представить данную информацию, эта конкретная модель показывает рентабельность ASIC оборудования. Мы здесь смотрим конкретно на AntMiner S19 Pro. Это железо было выпущено в мае 2021-го. И здесь мы видим набор различных кривых со всеми затратами на поддержку. Если вы майните с затратами 5 центов на киловатт-час, 10 центов за киловатт-час, 12,5 центов за киловатт-час, то каждый из них показывает результаты, отображенные разным цветом. Таким образом, в приведенной выше модели третья часть означает небольшой стресс, и, возможно, мы уменьшили еще его часть. И вы можете увидеть, что на данной модели фиолетовая это наименее эффективные майнеры с затратами 12,5 центов за киловатт-час. И вы видите, что здесь эта фиолетовая зона исчезает довольно быстро, сразу за даты выпуска этого оборудования. В мае 2021-го у нас образовался халвинг, и это оборудование практически сразу перестало оперировать с прибылью, с затратами в 12,5 центов киловатт-час. Мы увидели, что они сразу начали испытывать стресс, и остались только те майнеры с данным оборудованием, у кого было более дешевое электричество. А здесь вы можете увидеть, что у нас также пропала и зеленая кривая за последние 6 месяцев. И здесь майнеры с 10 центами за киловатт-час. В итоге мы видим, что как только трейдинг находится ниже этих расчетных затрат на производство, и если мы создаем очень-очень простую модель, сколько оборудования остается прибыльным, то мы можем сказать, что до тех пор, пока они работают с электричествами примерно в 7,5 центов за киловатт-час, они остаются прибыльными. Поэтому это еще одна модель, говорящая нам, да, действительно был майнинг стресс. И, вероятно, вы видите, что с правой стороны зеленая вернулась. То есть майнеры с затратами 10 центов киловатт-час теперь в состоянии использовать свое оборудование. И это довольно большая порция армии майнеров теперь в состоянии продолжать майнинг с текущей сложностью. И данная рентабельность по всем данным моделям дает нам дополнительную уверенность. Кстати, у нас есть еще один новый дэшборд по данному оборудованию, ASIC оборудованию, которое использует затраты энергии, общий глобальный хешрейт, она делает оценку количества используемого оборудования, рентабельность различного оборудования. Я видел некоторых кадров с майнинг оборудованием S9, которые использовали его как обогреватель. И вы можете использовать этот дэшборд для того, чтобы понять, будет ли это выгодно. В общем, это еще один набор инструментов в нашем комплекте дэшбордов. И последняя тема, о которой я хочу обсудить, это рентабельность сети. И когда мы говорим о рентабельности сети, мы берем все монеты, которые двигались в какой-то конкретный день, и смотрим на то, какая была кратность прибыли или долларовая стоимость, которую они реализуют в прибылях или убытках. Если вы купили монеты за 50 тысяч, а продали за 16 тысяч, вы реализуете убытки. И наоборот, если вы купили в предыдущий медвежий рынок за 6 тысяч, а продали за 60 тысяч, вы реализуете прибыль. Мы можем измерить, когда монета двигалась, и считаем дельту между покупкой и продажей. И здесь у нас две модели. И на самом деле это очень мощный инструмент практически для любых условий рынка. И мы к ним еще вернемся. Мы исследуем это полностью с точки зрения восстановления после медвежьего рынка, но мы также можем это использовать и во время любых различных рыночных циклов. Это очень универсальный инструмент, и мы подробнее его изучим в следующих выпусках. Итак, слева у нас модель ASOPR. ASOPR использует множитель прибыли. И представьте это на уровне транзакций. Ей не важно креветковая или кит, она не смотрит на объем монет, она смотрит на цену покупки и цену продажи. Каков был множитель вашей прибыли, ей берет среднее по всему рынку. И что мы видим, что во время медвежьего рынка она подходит и тестирует значение единицы. Обычно это точка сопротивления. Обычно это говорит, что те, кто тратят свои монеты, выходят из рынка по себестоимости. Психология здесь такая, что просто верните мои деньги. Я ненавижу медвежий рынок, верните мне деньги. Я готов на небольшие потери, но я хочу передохнуть. То есть инвесторы по сути продают по уровню своей себестоимости. Они образуют сопротивление, после чего у нас образуется откат. Происходит ретест единицы, после чего следует слабость рынка. Вот здесь ретест единицы, после чего FTX разносит рынок. Так что это забавный показатель ончейн. Этот показатель можно изучать независимо от событий на рынке. Но посмотрите, он также показывает и поведение инвесторов. Это происходит скрытно и дает вам дополнительные возможности. И возможно вы уже заметили, что мы снова ретестим единицу. То есть мы находимся в процессе попыток пробиться наверх. Монеты, которые двигаются, реализуют очень маленькую прибыль. И вопрос заключается в следующем. Будет ли здесь пробой еще ниже неудачный ретест? Или, на примере предыдущего медвежьего рынка, будет чистый пробой вверх, ретест единицы, далее новый отскок. И что это показывает, так изменение настроя, изменение человеческого поведения, если у нас получится сделать этот значительный ретест? Посмотрите на впадину сентября 2021-го. У нас был прорыв наверх, откак и только потом отскок. Вот этот ретест означает покупку инвесторами по своей себестоимости. Это разворот человеческого поведения. Но естественно такие вещи могут давать сбой. Затем рынок разворачивается. Так что нет единственного ответа. Всегда на вещи нужно смотреть в контексте. Но говоря в целом, за всем этим находится психология людей. А мы находимся точно на решающей точке. Воспользуется ли рынок этой выходной ликвидностью, когда люди говорят «верните мои деньги и выпустите меня» где-то рядом с моими затратами. Так что обязательно обратите внимание на этот показатель. Чистый пробой сверху будет хорошим знаком. Ретест будет еще лучшим. А вот этот использует 7-дневный скользящий средний. Если посмотреть на него за 30-дневный таймфрейм или и более долгий, то очевидно он будет медленней. Но когда это происходит и паттерн повторяется, то обычно это означает гораздо более долгосрочный тренд. Поэтому при более коротких средних получается больше шума, а при более долгих средних уверенности будет больше, но реакция будет медленней. Это типично для многих показателей, не только для ончейна, но в целом для теханализа. Теперь, коэффициент реализованной прибыли и убытков имеет тот же концепт, но вместо того, чтобы одинаково считать креветок и китов, этот показатель учитывает объем монет. То есть используется тот же самый концепт, применяется аналогичная модель, и когда мы находимся в режиме с большей прибылью, чем убытками, то обычно это коррелирует с бычьим рынком. А когда у нас больше убытков, чем прибылей, то обычно это коррелирует с медвежьим рынком. И мы наблюдаем самую большую реализованную прибыль по сравнению с убытками, действительно с апреля 2022-го. Мы наблюдаем значительный пробой вверх, но что нам снова нужно увидеть, так это вход в этот более прибыльный период времени. И это еще один из показателей, говорящий, что когда люди получают прибыли, а рынок с этим справляется, то это нам говорит о спросе, его достаточно, чтобы переварить тех, кто торгует на всплесках, купая внизу и продавая вверху. И мы наблюдаем достаточно спроса, чтобы с этим справиться. С другой стороны, если мы провалимся ниже этого уровня и доминировать начнут убытки, это может означать оживление крупных продавцов, говорящих «О, я пропустил свою выходную ликвидность» и начнется новое давление продавца. Так что это еще одна великолепная модель для оценки нашего положения в медвежьих и бычьих циклах и помогающая понять, возвращаемся ли мы в режим доминирования прибыли или же режима убытков. Обычно это происходит, когда разворачивается цикл. Друзья, спасибо за просмотр этого выпуска, надеюсь, он вам пригодится. Мы с вами наблюдали впечатляющее 20-процентное ралли биткоина, мы преодолели уровень 21к и выбились из нескольких ключевых ценовых моделей. Рынок начинает возвращение к прибылям, а майнеры постепенно восстанавливаются. И мы видим, как в систему начинают поступать средства. А теперь нам нужно увидеть в этой решающей точке, сможет ли рынок удержаться или мы начнем видеть людей, которые будут забирать свои деньги, выходя из рынка, хватаясь за любую доступную ликвидность, что образует новое ралли продавцов. У нас есть для этого инструменты, чтобы понять, что будет в следующей неделе. И как я упоминал, обязательно посмотрите наше субботнее видео. В нем вы увидите описание дешборда по восстановлению биткоина от медвежьего периода. Это очень мощный и супер действенный инструмент, в котором мы разделили концепт на очень простые и понятные блоги, где вы сможете легко понять каждую тему, каждый концепт и прийти к их совместному выводу. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.